МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все чаще выявляют онкологию на более ранних стадиях, благодаря чему улучшилась диагностика. Музыка без границ. Как прошел краевой фестиваль для особенных детей? В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. Он начал действовать с 18 часов и продлиться до 6 часов утра завтрашнего дня. Это связано с тем, что в ближайшие сутки произойдет существенный перепад температур. От плюс 2 до минус 22. Сегодня утром барнаульцы вышли на остановки с зонтиками. Дождь в перемешку со снегопадом, каши на дорогах и тротуарах. За прошлые сутки в некоторых районах края выпал рекордный объем осадков. В лидерах Зминогорский, Троицкий районы и Олейск. В краевой столице с начала недели выпала половина месячной нормы. Пробки хотя и возникают, но в целом обстановка на дорогах спокойная, отмечают специалисты. В краевом МЧС нам сообщили, что пока специальные пункты обогрева на трассах не открываются, так как угроз заторов нет. Но при необходимости сотрудники будут выезжать дежурить на опасные участки. Губернатор Виктор Томенко призвал жителей быть внимательными и осторожными. Режим повышенной готовности затронул не только дорожные службы, но и все органы управления, региональные системы предупреждения и ликвидации ЧАЭС. Непогода уже приводит к происшествиям, и речь не о ДТП. В Барнауле 18-летняя девушка упала в открытый канализационный колодец, которого не было видно из-за снега. Судя по сообщениям в соцсетях, он находится рядом с домом на Северном Лосихинском проезде, 58. Как зовут собачку? Граф. Граф. Вот так вот графы тоже у нас падают. По данным Краевого следкома, девушка гуляла с собакой, не заметила открытый колодец и провалилась в него. Прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Еще одну проверку Краевая прокуратура проводит по факту ДТП. По предварительным данным, 5 декабря на проспекте Космонавтов водитель допустил наезд на женщину и ее 7-летнего сына. Им потребовалась помощь медиков. Причины произошедшего устанавливаются. А в Бийске госпитализировали 15-летнего подростка. На него наехал трамвай. Инцидент произошел сегодня утром. Школьник спешил на занятия и шел по трамвайным путям, сообщила Краевая прокуратура. Тяжесть телесных повреждений ребенка устанавливается. В Полтайском крае увеличились случаи выявления онкологических заболеваний на более ранних стадиях. Теперь, благодаря работе Центров амбулаторно-онкологической помощи в районах Краев, пациенты могут пройти обследование и получить лечение, не проезжая десятки километров. Как работает эта система, рассказали в Центре помощи на базе Олейской ЦРБ. Валентина Томинкина – пациент Центра амбулаторно-онкологической помощи в Олейске. Бороться с раком ей приходится не впервые. Это была мамология. Мне удалили грудь. И 22 года я проверялась. А сейчас 10 месяцев прошло, как я проходила рентген. И через 10 месяцев у меня нашли метастазы. И вот сейчас проверяли, где находится онкология. От чего идут эти метастазы. Валентина Михайловна уже проходит химиотерапию. Ей предстоит около 4 курсов. Лечение предоставляют в ее родном городе. По нацпроекту здравоохранения в Алтайском крае работают 4 центра амбулаторно-онкологической помощи. На базе Олейской, Славгородской, Каменской и Заринской центральных районных больниц. С открытием этого центра, что самое главное, у нас открылся дневной онкологический стационар. Где мы можем проводить спецлечение. По рекомендации консилиума из онкодиспансера. Те больные, которым назначена схема лечения именно на койке дневного стационара. Они направляют к нам сюда, и мы здесь проводим лечение. В дневном стационаре Олейского центра три койки. Так, в 2021 году лечение получили 14 человек. В 22-м – 90, а в этом уже 140 человек. Вчера приехала из Барнаула, сегодня пришла, и сегодня уже я лежу. Мне здесь вот недалеко, минут 10-15 ходьбы, и я вот она лежу. Или бы я ездила в Барнаул, представьте. А это прям рядышком вот. Причем задача таких центров – не только лечение пациентов, но и раннее выявление злокачественных образований. Пациенты могут попасть в центр самостоятельно с жалобами по направлению участковых терапевтов и врачей из поликлиник для постановки предварительного диагноза. Но за подтверждением все же придется съездить в Алтайский краевой онкодиспансер. Там же консилиум врачей определит тактику лечения. Кстати, благодаря оснащению современным оборудованием в ЦАОПах теперь возможно использовать новые методы обследования и диагностики. Это, в первую очередь, тяжелое, дорогостоящее, высококачественное оборудование, такое, как компьютерный томограф с ангиопрограммами, с возможностью использовать сосудистые программы, цифровой флюорограф, цифровой мамограф, видеоэндоскопическая стойка для проведения исследований желудка с высокоразрешающей способностью, бронхоскоп. Есть еще куда двигаться в плане исследования эндоскопического толстой кишки. Тут с министерством отрабатываем эти вопросы. Я думаю, в ближайшее время закроем. Так, в 2022 году выявили 620 злокачественных новообразований, в том числе около 400 на первой и второй стадиях. Добавим, в настоящее время ведутся подготовительные работы по открытию Центра амбулаторной онкопомощи на площадке Краевого диагностического центра. Юлия Щепина. День с толком. В Алтайском крае вскоре появится первый завод по производству мяса индейки. Построить его должны в Целинном районе. Примерная стоимость проекта – более 3 миллиардов рублей. По предварительным оценкам, комплекс должен заработать примерно через 2,5 года. Подробности создания такого предприятия авторы идеи обсудили сегодня с губернатором края Виктором Томенко. Необходимость подобного завода диктует хорошее зерновое хозяйство региона и логистика. Сейчас ближайшие заводы по производству мяса индейки находятся в Омской и Тюменской областях. Индейка вошла в перечень популярных продуктов питания. Потребление мяса индейки на душу населения сегодня у нас составляет в России в районе 3 килограмм. Это в принципе на сегодняшний день в полтора раза ниже целевого показателя. А в край и того меньше, потому что эта индейка все-таки пришла гораздо позже, чем в наши центральные регионы России. Предприятие обеспечит работой более 200 сельских жителей. Средняя заработная плата персоналу составит почти 70 тысяч рублей. Прогнозируемая производственная мощность больше 6 тысяч тонн мясной продукции. Все проектно-сметные кадастровые документы уже готовы. Банк одобрил кредит, а Виктор Петрович инвестиции в проект. Облик сквера на площади Жукова в индустриальном районе может качественно измениться. Причем определить, как именно, предлагают самим жителям. Строительная компания, которая будет возводить объект на этом участке, намерена облагородить эту площадь, если этого хотят сами местные жители. Мои коллеги побывали на встрече застройщика с населением. Площадь Жукова – небольшая зеленая зона, но ценимая жителями индустриального района. В скором будущем ее облик может измениться. Строительная компания «Мой дом» намерена построить на этом участке высотное здание вместо кинотеатра «Искра», который не работает уже 15 лет. Видя, что эта территория значима для населения, застройщик предлагает жителям благоустроить зеленую зону и вместе определить, как изменить площадь. Например, одно из предложений от людей – поставить на площади Георгия Жукова памятник маршалу. Те пожелания, которые жители выскажут, мы учтем в реализации проекта. Для того, чтобы определить наполнение, какие-то зоны активности, обустройство вокруг памятника, реализацию самого памятника. Варианты благоустройства обсуждали на стратегической сессии, на которую пришли представители застройщика, эксперты и жители индустриального района. Среди других предложений – дополнительное озеленение к существующим посадкам. Новые тротуары, фонари и места под ярмарки. Застройщик заложил под эти обновления почти 50 миллионов рублей. Это очень важно. Это соучастие жителей. Собственно говоря, для вас это и проектируется. Это же не просто какой-то бизнес. Построить, заработать деньги и как-то уйти. А важно это то, чтобы оставить след очень положительный. То, что здесь получится, будет нравиться вам, нравится вашим детям. И всем нам, и горожанам. Застройщик признался, что готов разработать совместный с жителями эскиз будущей площади Жукова. С учетом их мнения. Компания «Застройщик» намерена не только создать какое-то здание, но и благоустроить прилегающие территории, в том числе территорию, которая принадлежит городу. То есть фактически применить те передовые практики, которые уже в ряде городов и мира, и России существуют. То есть нужно не просто строить что-то, а еще и облагораживать территорию, прилегающую территорию. Это и повышает капитализацию объектов, которые строятся. Ну и главное, что люди сами довольны тем, что здесь будет происходить. Часть жителей, пришедших на встречу, согласны, что современные здания с благоустроенной территорией – это адекватный подход к развитию города. Если жители придут к одному видению облика площади, то в ближайшем будущем ее ждет качественное благоустройство. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае открыто более полутора миллионов исполнительных производств в отношении должников, а именно 1 миллион 580 тысяч 420 дел. Об этом сообщают в Управлении судебных приставов по Алтайскому краю. Часто наличие большой задолженности ставит определенные ограничения. С помощью электронных сервисов на портале госуслуги человек может уточнить, включен ли он в список невыездных. То же самое касается права регистрационных действий в отношении транспортных средств. В ведомстве напоминают, жители региона также могут в онлайн-формате получить информацию о ходе исполнительного производства, подать заявление, ходатайство и оплатить имеющийся долг. К другой теме. Жители Виска пытались похитить более тонны металла. Преступление спланировали два бывших работника железной дороги. Сотрудники транспортной полиции содержали их на месте преступления. Подозреваемые приехали на станцию Чемровка вместо остановки грузового состава. Из полувагона с металлом они сбросили часть груза на железнодорожную насыпь. Злоумышленники возрастом 28 и 39 лет планировали за несколько рейсов вывезти похищенное в пункт приема металлолома. Но во время второй погрузки краденого бичан задержали оперативники. Общая стоимость лома черных металлов составила более 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за совершенное преступление – лишение свободы на срок до пяти лет. Пожарная техника и скорая помощь возле музыкального театра встревожили барнаульцев. Накануне прохожие заметили, что из здания эвакуировали людей. Что на самом деле случилось в театре, расскажем прямо сейчас. Это не спектакль, но и не настоящая жизнь. К счастью, пожар в Алтайском государственном музыкальном театре условный. Здесь проходит пожарно-тактическое учение МЧС. Объект для тренировки выбран не случайно. Здание огромное, планировка сложная, большая пожарная загрузка, декорации, костюмы. Да и одновременно находиться в зале могут 650 человек. По сценарию, из-за короткого замыкания электропроводки в театре происходит возгорание в оркестровой яме. Работники данного объекта, это любого объекта, где мы проводим совместные либо занятия, либо учения, как сегодня, масштабные учения, они повышают свою квалификацию, так же, как и наши сотрудники, и работники данного объекта. Пожарная охрана, Тамсомольский 108, объект 57-71, возгорание в оркестровой яме. Зрителей нужно найти, вывезти на свежий воздух, при необходимости передать медикам и, конечно, ликвидировать само возгорание. С поставленными задачами справились, общая оценка – хорошо. Подобное учение МЧС проводит регулярно. После тренировки спасатели устраивают разбор полетов, обсуждают сложные моменты, оценивают свою работу. Все, как в театре. Сотни репетиций ради одного выхода на сцену. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. На Алтае чествуют работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Накануне профессионального праздника лучшим из них вручили краевые государственные награды. Один из награжденных – Александр Шолик. В 1972 году он начал работать механизатором, позже стал мастером производственного обучения, а затем возглавил ученическое звено на предприятии. Искренне переживал за успехи студентов и общее дело. Ему вручили награду за верность профессии. Раньше плоскорезы были прицепные, но мне это не понравилось. Я сделал, поотрезал все, сам лично на общую раму варил, сделал навесное орудие. А потом пошли, вижу, и уже производство такие. Сегодня идет постоянное совершенство технологического процесса с целью, прежде всего, стабильного качества выпуска готовой продукции. Медали за заслуги в труде, знаки отличия заслуженным работникам и за верность профессии, премии, почетные звания вручили 49 представителям сферы. Многие из них работают в агропромышленном комплексе несколько десятков лет. В футболе не только парни, не только они и в футбольном судействе. В Алтайском крае за последние 10 лет появилось больше 500 профессиональных судей по этому виду спорта. Все они – выпускники краевой школы арбитров. С ними познакомился Дмитрий Дроздов. В Алтайской школе футбольных арбитров исполнилось 10 лет. За это время правила футбола досконально изучили полтысячи человек. И теперь смело зовутся судьями. А в 2013 году арбитров серьезно не хватало. Был вакуум, как сказал предыдущий оратор. То есть старые, вернее ветераны ушли, молодежи нет. Подпитки не было судейской. Соревнований очень много. Надо было восполнять, надо было как-то организовать учебный центр. То есть готовить судей. И вот в 2013 году мы в Муках родили эту школу. Да, было очень много трудностей с оформлением документации. И с набором школы не было проблем. Очень много пришло людей. Школа заинтересовала не только парней, но и девушек. Олеся Викленко в судейство погрузилась два года назад. Чуть раньше пришла в футбол игроком. Благодаря своему тренеру стал участвовать в игре и по ту сторону. Хоча и возникали некие трудности. Изначально я приходила на этот курс, сидела, ничего толком не понимала. Вот так вот думаю, что такое, заберите меня просто отсюда. Ну, было тяжело изначально очень. Какой был переломный момент, когда ты поняла, что все, там моет лето. Когда я уже начала работать. Восходящие звезды судейского корпуса есть и среди парней. Говорят, ориентирована Романа Трухановича. Он один из тех, кто закончил школу в первом наборе. Сейчас судит футбольные игры на высоком уровне. И преподает. В его группе 20 человек. Раз в неделю мы собираемся. Это теоретическая подготовка. Это каждое правило посвящено один или два урока. Час-полтора мы занимаемся. Затем у нас происходят занятия практические на футбольном поле. Это работа с флагами, работа по перемещению на футбольном поле. Затем все заканчивается теоретическим экзаменом. И сдачей нормативы по физической подготовке. На последний обращают особое внимание. За матч арбитр преодолевает дистанцию большую, чем футболисты. Бывает, что судья получил травму и не может продолжить игру. Происходит замена. Судейство. Это не про свист и взмахи флажком. А про труд и полную концентрацию на поле. Профессиональную подготовку студии выпускников Алтайской школы признают и на федеральном уровне. Она вошла в топ-10 лучших школ страны. Кто знает, возможно, в будущем наши судьи исполнят главную мечту арбитра – провести финал чемпионата мира. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Деницов. День с толком. Музыка «Без границ» в шестой раз собрала на барнаульской сцене детей с ограниченными возможностями здоровья. Это специальный фестиваль, который проводит Краевой реабилитационный центр «Журавлики». Его изюминкой является то, что дети не просто поют, а выступают с живым оркестром. Что значит это мероприятие для детей и их семей? И сложно ли дирижеру работать с маленькими вокалистами? Узнавал Данил Кузнецов. Для этих особенных детей большая сцена и явления каждый раз волнующие. Тем более, когда выступают с живым оркестром. Фестиваль «Музыка без границ» для ребят с ограниченными возможностями здоровья уже шестой год проводит Краевой реабилитационный центр «Журавлики». И каждый раз это целый праздник. Да, это были очень незабываемые эмоции. Это было настолько потрясающе. Прям дух захватывало эмоции, которые есть, не передать словами. Подготовка к фестивалю начинается примерно за полгода. Сначала пациенты краевых учреждений, это дети с диагнозами ДЦП, слепота, аутизм, задержка развития, выбирают песни. Затем начинаются репетиции. По словам дирижера и художественного руководителя оркестра Игоря Шимина, сложностей не возникает. Наоборот, работать проще. Нередко из-за ограничений здоровья у таких детей развиваются другие каналы восприятия. Например, обостряется слух. Это детки, которые, может быть, чуть больше, чуть тоньше воспринимают музыку, чем обычные ребятишки, которые живут такой полноценной жизнью. Потому что для них музыка, для таких особенных детей, это как такая, не знаю, какая-то связь, наверное, просто с обычными людьми. Они некоторые подсказывают даже дирижеру мелодию, та-та-та, и темп. Дирижер наш, любимый, прислушивается и оркестру говорит, что и как. Зрители не только слушали песни. Песочный мультипликатор в реальном времени делал зарисовки, которые отражали смысл произведений. В этом году принимают участие 36 детей, непосредственно 21 ребенок, они выступают на сцене. И малышки, это ребята детских садов, они принимают участие в заочном таком формате, в видеовыступлении мы сегодня увидим их на большом экране. Подобные концерты, по словам Ольги Кардаш, способствуют развитию музыкальных и творческих способностей у детей, а также помогают поверить в себя и в свою мечту, которая у многих связана со сценой. Данил Кузнецов, День с толком. Что ж, у меня на этом все новости. Смотрите нас на 22 кнопки в соцсетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...